Здравствуйте! В эфире телеканала Карибу. Итоги недели. В студии работает Олеся Хитагурова. Сегодня в выпуске. Работы по берега укреплению в районе Портового шоссе продолжаются, когда восстановят аварийный участок. Откуда куча гравия на набережной реки Магаданки-15, в редакцию нашего телеканала обратились возмущенные горожане. Почему овощи и фрукты на рынках областного центра продают без ценников, разбиралась наша съемочная группа. Народное мнение, чего не хватает в Магадане для комфортной жизни. Прогнозы ученых не оправдались. На Колыме выловили всего 3,5 тысячи тонн лосося и гольца. Это менее 40% от плана. Прохождение пути наобсудили на очередном заседании правительства, которое состоялось на этой неделе. Вопрос очень острый, болезненный. Особенно у наших соседей на Камчатке. Да у нас мы знаем, что не все в порядке. Или, мягко говоря, нестандартно. Андрей Павлович Тоболин, пожалуйста. К большому сожалению, горбуша, то есть основной промышлой, не оправдался прогноз, который нам готовила молока. Напомню, в начале года речь шла о горбушах, о 6 тысячах тонн. На сегодняшний день добыт от 7 видов Мирнолуского всего-навсего около 2 тысяч тонн, что составляет порядка 30%. По большому счету, невестовая миграция данного вида тихокеанских лососей, как правило, заканчивается в начале августа. На сегодняшний день в новых она встречается единично и принципиально на статистику вывода уже не повлияет. То есть таким образом можно уже констатировать тот факт, что прогноз и не оправдал таким подходом, несмотря на то, что в ходе путины, в ходе начала путины, которая с 26 числа июня стартовала, вводились меры регулирования, начиная от так называемых проходных дней, для оттечения пропуска производителей на нерестилище. То есть в эти дни запрещалось рыболовство до полного запрета рыболовства на определенном акватории. Одна из главных задач, которую вы тут про дни пропускные рассказывали, что отнерестились спокойно в том объеме, сколько примут нерестилище. Вот вы об этом ничего не сказали. Посетовали, что рыбы мало, а вот что с нерестилищами? Не пустыми у нас остались? Или, значит, все-таки мы позволили этому небольшому количеству рыбы, которые заходят, отнереститься? По горбушу, в общем, заполнения нерестилищ нет. По отдельным рекам есть 100%. Река у нас более двух сотен. Соответственно, на каких-то реках нет дополнения. Я прошу прочитать последствия этой путины, как она скажется на всей экономической ситуации, которая касается не только крупных компаний, которые ловят еще и в море, но и тех, кто сегодня пытается ловить, опять же, в рамках закона, сейчас браконьеров не имею в виду, кто пытается ловить в рамках закона на наших реках. Продолжается берегоукрепление аварийного участка портового шоссе. Сейчас возобновились работы по устройству новой подпорной стенки. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, объем финансирования на этот год составляет 274 миллиона рублей. В ближайшее время в Магадан придут изготовленные металлоконструкции, после чего работы переместят в сторону сквера морской. По словам начальника участка компании-подрядчика, сейчас подготавливают железобетонный оголовок, после чего будет проводиться отсыпка грунта и песчаногравийной смеси. Общая сумма, выделенная на ремонт аварийного участка, составляет более 800 миллионов рублей. Из них Минвостокразвития выделяет Магаданской области 403 миллиона, столько же Министерство транспорта Российской Федерации. По проекту работы по берегоукреплению, ремонту дороги и благоустройству набережной бухты Нагаева должны завершиться в 2021 году. В редакцию нашего телеканала обратились жители 15-го дома на набережной реки Магаданки. Мы давно следим за судьбой этого двора. Несколько лет снимаем сюжеты о свалке, которая образуется там из-за нехватки мусорных контейнеров. Но в этот раз повод нас удивил. Подробности далее. Это видео нам прислали жильцы дома. В конце прошлой недели их соседка призывала всех собственников квартир засыпать ямы во дворе гравием, который, по ее словам, подарила магаданцам депутат городской думы Ксения Суханкина. Соответствующее объявление появилось накануне. Сегодня появилось на каждом подъезде вот такое любопытное объявление. Жильцы нашего дома уже, видимо, из отчаяния написали вот такое обращение. Чуть позже жители сообщили нам о том, что во дворе появилось еще несколько куч гравия. Собирались ли ремонтировать дорогу или рассчитывали, что люди сами засыплют ямы, никто не знал. Поэтому мы решили выяснить, кто инициатор этого благоустройства и имеет ли отношение к происходящему Ксения Суханкина. Центр общественного контроля в сфере ЖКХ Павроводской области, который возглавляет Ксения Суханкина, обратила жительность дома по улице Набережная 15 с тем, что ее возмущает неудовлетворение состояния дорожного покрытия во дворах этих домов. Набережная 15, 13, 15, корпус 1. Она попросила есть по возможности засыпать территорию щепнем, а по договоренности с жильцами, она зависит от объявления, жильцы будут на незапланированный субботник импровизированный и помогут засыпать ямы, его разровнять. Я по своей инициативе, имея возможность, я зовусь ей щепень, все как мы и договаривались, но, к сожалению, активности должной жители не проявили, и в результате основная масса щепня осталась невостребованной. Спустя некоторое время, буквально 2-3 дня, мы с ней снова связались, потому что я тоже это бываю часто. И я так понял, что ситуация просто зашла в тупик, была привлечена, соответственно, тяжелая техника, мы этот вопрос решили. Сейчас гравий разровняли, но, по словам жильцов ближайших домов, открытым остается еще один вопрос. Кто приведет двор в порядок и когда, наконец, здесь появится нормальный асфальт? Олеся Хитогурова, Евгений Яковлев, специально для Карибу. Еще одно обращение в нашу редакцию поступило от жителей областного центра. Магаданцы просили выяснить, почему на городских рынках нарушают требования законодательства и продают овощи и фрукты без указания стоимости. Что удалось узнать в нашей съемочной группе, расскажем в следующем материале. В редакцию нашего телеканала обратились магаданцы с просьбой узнать, почему на рынках областного центра нарушают требования законодательства и продают овощи и фрукты без указания стоимости. В поисках ответов на этот вопрос мы отправились на центральный рынок. Действительно, практически ни один лоток с овощами и фруктами не может похвастаться наличием ценников. Сейчас поставлю. Нет, а почему их нет априори просто? Почему? Сейчас поставлю. Нет, ну изначально же у вас их нет, скажите просто почему. Не успели, да. Не успели? С утра не успели поставить, да? Да, да, да. Что интересно, некоторые продавцы стоимость товара указали, но не всего. Например, сколько придется заплатить вот за этот виноград, не узнаешь, пока не спросишь. А по словам покупателей, иногда цена и вовсе зависит от того, сколько вешать в граммах. Кроме того, складывается впечатление, что продавцы устанавливают разные цены для покупателей. А почему у вас ценников нет? Не будет. Нет, а почему просто нет? Скажите, почему вы не ставите ценники? Ну, цены будут завтра. Забыли? Да. Сегодня забыли. То есть обычно у вас ценники есть? Да, есть, конечно. Ага, а ставить собираетесь? Да. А вот, например, к вам подходит человек, спрашивает цену какого-то продукта. Вы что говорите? Ну, это, естественно, вот там есть цены. Ну да, то есть на каких-то продуктах, я вижу, у вас есть ценники, а на каких-то нет. То есть вы так озвучиваете, да? Сегодняшний свежий, поэтому мы не успели цены. Чего не хватает в Магадане для комфортной жизни? Этот вопрос мы задавали прохожим на улицах города. Ответы на него в проекте «Народное мнение». Как вы считаете, чего не хватает в Магадане? Что нужно сделать, чтобы люди здесь были счастливы? Солнце. И заработную плату. И заработную плату. А так, в принципе, все хорошо. А так все хорошо. Цены, чтобы меньше стали, в три раза, по крайней мере. Это самое главное, чтобы прожиточный минимум подняли. И зарплаты подняли разов в 10, больше, потому что все-таки север. А то сравняли с материком. Там 15 зарплатовых продавщиц, и здесь 15. Позорище. Хороший вопрос. Я думаю, это зависит от людей. Наверное, люди должны быть добрее, скорее всего. Умнее. Должны для города что-то делать, чтобы нам здесь всем жилось хорошо. Например, чего не хватает сейчас? Сейчас не хватает нам. Ну, дороги, посмотрите, какие у нас сейчас строятся. Вот мы живем на Колымском шоссе. У нас там до сих пор идет дорога. Вот мы были месяц в отпуске, как ничего не изменилось, как уезжали, так все и есть. Я думаю, надо быть, как правильнее сказать, ну, хозяйственниками. Это, скорее всего, нам сейчас больше всего не хватает. На ваш взгляд, чего не хватает в Магадане? Вот, например, молодежи. Что нужно сделать, чтобы здесь было хорошо? Ну, на площадках, например, побольше качелей. Согласна. С кейт-паркой, хороших дорог, кафешек получше каких-нибудь, которые есть в провинции у нас. Вот так вот. В Магадане все есть. Стартовал ежегодный конкурс «Открой для себя Колыму». В этом году в число номинаций включили туристический видеоролик. Показать свое видение региона приглашают фотографов-любителей и видеооператоров. Участникам предлагают четыре темы – пейзажи Колымы. Здесь оцениваются фотографии природных и городских пейзажей Магаданской области в любое время года. История Колымы – тема для тех, кто снимает места или объекты, имеющие ценность и значимость в истории развития региона. Флора и фауна Колымы, где рассматриваются работы, раскрывающие красоту растений, животных, птиц и рыб. И Колыма – чудная планета. При выборе этой темы нужно прислать видеоролик о туристическом потенциале Магаданской области, об уникальности природы и видах отдыха, которыми здесь можно заняться. Все подробности об участии в конкурсе можно узнать на сайте визитколыма.ру, а также в офисе Агентства по туризму Магаданской области, расположенном по адресу улица Кольцевая, 66. Тех, кто ценит живую природу, приглашают принять участие в ежегодном голосовании за российское дерево года. Нужно выбрать главное растение среди 12 претендентов. Отдать свой голос можно на сайте всероссийской программы «Деревья. Памятники живой природы». В этом году в конкурсе участвуют республики Дагестан и Карелия, Белгородская, Брянская и Тверская области и другие регионы страны. Они представляют красивейшие деревья. Старейшему из них 427 лет. Родина священного дуба – Древней Мордвы, республика Мордовия. Высота дерева – 25 метров. Самая молодая из претендентов на победу – сосна кедровая сибирская из Кемеровской области. Ей от 106 до 114 лет. В прошлом году главным деревом страны стал тополис Калмыкии. Именно он представлял Россию на международном конкурсе «Европейское дерево года». Какое растение станет претендентом на это звание в 2020-м, будет известно уже в октябре. Сейчас вас ждет информация о погоде. Не переключайтесь. На этом у нас все. Оставайтесь в курсе событий. Смотрите телеканал «Кариву». Скоро будут новости. Субтитры подогнал «Симон»